Добрый день, дорогие зрители и слушатели! Добрый день, дорогие зрители и слушатели! Очень ценим и, конечно, для нас большая честь, что эта заставка будет открывать нашу новую рубрику. Андрей давно не появлялся в кадре. Андрей, тебе слово. Действительно, я не появлялся в кадре, я все больше за кадром, но я остаюсь на своем посту. Сегодня уже год стал момент, когда мы встретились в Реселе с нашими прекрасными друзьями. Но это такая, давайте считать, некая итоговая программа. Вскоре после нашей встречи с Ахметом Закаевым мы назвали наш канал, который назывался раньше «Непрага», назвали «Иньюз», «Ичкири Ньюз». И вот уже, можно сказать, год мы работаем в этом формате. Формат по-прежнему остается тот же самый, но у нас большие планы его менять, развивать и расширять. И вот то, что Инна сказала про заставку, призванную нашим зрителям, 3D-заставка, она как раз направлена на это, чтобы мы могли добавить другие силы. И не только «Ичкирийская», я хочу добавить, что мы приглашаем к сотрудничеству все народы Кавказа. Это очень важно, чтобы все народы чувствовали себя на этой площадке свободно и комфортно, и чувствовали себя как дома. Ну вот, естественно, конечно, народы Кавказа, мы все считаем нас одной семьей, и вы все знаете, как раз, что Инна родилась в Грузии. Я вот тоже как-то здесь прибился к этому кавказскому народу, потому что единственное, с кем я себя чувствую хорошо, это с людьми. Из Ичкерии не в этом дело. Дело в том, что вот эта рубрика, о которой мы начали говорить, она действительно очень полезна и нужна. И давайте начнем пробовать. И вот тогда эта заставка, сделанная нашим зрителям, она может быть как временная заставка, временная как бы такая обложка этой рубрики. И, предположим, может быть сделать по-другому. Например, сделать одну, другую, третью. И потом наши зрители могут проголосовать за какое-то, что им больше нравится. Давайте объявим такой небольшой конкурс. Уже очень много творческих молодых людей, которые видят по-своему этот стиль. Для нас ценно то, что человек абсолютно без нашей просьбы, без всякого напоминания, или там какого-то приказа с чьей-то стороны, делает заставку, на которой написано Ичкерия Ньюз. И это очень дорого стоит. Это стоит очень много, потому что это говорит о том, что то, что мы делаем, находит отдачу. И для нас это главная награда, это главный подарок. И вот этих подарков было много. Правда, подарки оказались разные в этом году. И первый подарок мы встретили 25-го числа в Брюсселе прошлого года. Подарок от злочинца, от человека, который поставил весь мир на страшную грани выживания. Мы как раз сегодня знаем, что будет нечто сказано президентом Соединенных Штатов. Мы слышали, что на Мюнтенской конференции Камал Харрис поменяла свою риторику. И это очень важно. Это отметили многие украинские аналитики, журналисты. И то, что она сказала, она перевела Россию и российское руководство. И в том числе она обращалась и к российскому народу. Из ряда военных преступников в людей, которые совершают преступления против человечности. Я не являюсь политическим аналитиком, поэтому мне очень сложно судить. Но судя по высказанным наших украинских коллегам, это какой-то значительный шаг изменения риторики и отношения к России. Я считаю, что вот это и есть главный подарок для нас, нашей работы. Потому что мы, сыны, вы все знаете, уже много лет пытаемся именно это сделать. Изменить отношения к России и к российскому народу. Уйти от этой слезливой любви к русской культуре, к русскому какому-то духу неведомому, откуда нашедшемуся. Хотя все понятно, откуда. Оттуда, откуда идет и все остальное. От этих бесконечных агентов, нашпигованных. Вся Европа нашпигована ими. Мы все прекрасно это знаем. И вот агенты влияния, они продолжают работать сейчас. Кстати, совсем недавно была встреча нашего министра инстанционного дела Иннала Шарипа в Вашингтоне, в Гудзонском институте. И мы опять слышали там слова этих агентов. Агентов, я не знаю агентов чего, агентов точно русского мира. Который опять продолжает пропихивать идею, что с Россией надо договариваться. С Россией надо, а то не дай бог, а то не дай бог что случится. И вообще уничтожение России, уничтожение государства, это работа на руку Путина. Естественно, а как же, если ее уничтожить, то помогаем Путина. Вы знаете, что Инна входит в Координационный совет форума свободных народов пост России. Это был уже пятый форум. До этого был форум, который проходил в Европарламенте, где выступал наш премьер-министр. Это все те шаги, которые мы делаем совместно с нашими американскими друзьями, в том числе. Ну и, конечно, с корейцами. Потому что есть люди, и их становится каждым днем все больше и больше, которые понимают, что только уничтожив Россию как государство, разделив его на некое количество каких-то вменяемых территорий, можно обеспечить мир. А ни другого выхода нет. Но есть люди, которые продолжают настаивать, что надо сохранить Россию в том виде, какая она есть. Эта борьба продолжается. И я думаю, что на следующий год, если мы сейчас подводим некие итоги, то это все равно останется одной из главных целей нашей работы. Добиваться того, чтобы все везде признали, я уверен, что уже очень многое сделано, но признали, что не может существовать на карте земного шара государство России. Что произошло за этот год? Я думаю, что вот такая перспектива, глядя назад на события, которые происходили ровно год назад, сейчас уже более объемные. С перспективы вот этого года, который прошел, более понятны становятся события, которые происходили с нами тогда, год назад. Я помню, как мы проснулись утром 24 февраля, когда было известно, что началось это полномасштабное вторжение в Украину. Мы просто записали ролик, что началась война, и мы едем в Брюссель. Приветствую, друзья из Брюсселя. Это независимый европейский проект. Мы срочно приехали в Брюссель. Здесь через несколько часов в здании Европарламента начнется встреча экстренная, съезжаются главы стран Евросоюза, для того, чтобы обсудить сегодняшний страшный день, сегодняшнюю ситуацию. Я очень надеюсь, что не будет вот этих пустых слов про очередной пакет санкций, потому что Путина надо срочно останавливать и отдавать под трибунал. Россия преступное государство, российский народ преступный народ, пока он молчит. Он соучастник этого преступления. Россия должна ответить за Чечню, за Грузию, за Украину. Хватит говорить, давайте делать. Я россиянин, у меня российский паспорт, и я несу полную ответственность за то, что творит моя страна. Не Путин, вся наша страна. Я обращаюсь ко всем гражданам России, немедленно бросить все свои дела и выйти с протестом против убийств украинцев, против убийств, которые творит ваша власть от вашего имени. И хватит, сейчас я обращаюсь к либеральной интеллигенции, хватит учить украинцам. Я сегодня слышал уже двух деятелей оппозиционных сил, которые опять через губу начинают учить. Может быть так, может не так, мы против, мы не против, хватит. Единственное, что можно сейчас сделать, встать на колени и просить, молять, простить вас. Завтра мы проведем ряд встреч с людьми, которые прошли войну. Это очень серьезные фигуры, которые действительно могут как-то повлиять на ситуацию. И в этот момент надо действовать решительно. Мероприятие, посвященное трагической дате 23 февраля 1944 года в память о депортации чеченского и ингушского народа. В эти же дни страшное событие. Россия, агрессор, оккупант, на этот раз напала на независимую Украину. Продолжаются чудовищные трагические события. Мы сейчас об этом поговорим. Добрый вечер, многоуважаемый Ахмед. Спасибо огромное, что пригласил нас. Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, Францеска. И еще с нами Франческо Бенедетти. Это близкий теперь нам родной человек, потому что он настолько воспринял трагедию чеченского и ингушского народа и написал книгу о независимости Чеченской республики Ичкерия, которая называется «Свобода или смерть». То, что произошло вчера утром, началось вчера утром и продолжается по сей день, мы знаем вот сейчас, в данный момент, когда мы с вами здесь разговариваем, где-то люди гибнут. Я особо хочу поблагодарить наших друзей из Италии, Францеско Бенедетти, который присоединился к нам, Адам Боровский, почетный консул из Польши, Инна и Андрей Курочкины, которые приехали на наши мероприятия, не только просто как участники, но они еще и будут освещать работу, которую мы проводим здесь. Сегодня, когда мы здесь собрались, мы общаемся, вот в данный момент, всю минуту убивают украинских детей, убивают женщин, убивают беззащитных людей. Там идет борьба, там идет война. Я призываю нас и считаю, что будет правильно, если мы прервем нашу работу, посвященную к 78-й годовщине, депортации войнахов, чеченцев и ингушей, чтобы мы присоединились к тем акциям протеста, которые проходят в Брюсселе в связи с российской агрессией против Украины. Я предлагаю нам всем выехать туда. Я обращаюсь к Верховному Главнокомандующему Украины, президенту Зеленскому. Поддерживая украинский братский народ в своей борьбе за независимость и решительно осуждая вероломное нападение России на Украину, Государственный комитет деоккупации Чирои приняло следующее решение. Государственный комитет деоккупации Чирои готов приступить к формированию добровольческих отрядов из числа граждан Чирои для отправки в Украину. Лавчинчев! 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 Путин, террорист! Путин, террорист! Путин, террорист! Я, преминистр, преминистр, республики Чирои, государство, и в езиле. И я буду работать на определенный пример о ситуации в Украине. Я хочу, чтобы это образование Российской Федерации развалилось, потому что это оккупант, агрессор. И я хочу, чтобы русские убрались из соседних стран, убрались из Ичкерии, из Украины и из Грузии. Сейчас я хочу выразить поддержку украинскому народу. Пожалуйста, сражайтесь. Пожалуйста, выгоните оккупантов со своей земли. Слава Украине! Мы правильно идем до российского фонсульства. Слава Украине! На птичьи! На птичьи! Ощущение войны тогда витало в воздухе, но несколько месяцев этому предшествовала очень напряженная ситуация, если вы помните. Нас это коснулось непосредственно, потому что за несколько месяцев до этого у нас была договоренность с премьер-министром Чеченской республики Ичкери Ахмедом Закаевым, что мы встретимся 25 февраля в Брюсселе. И эта встреча была, первое, приурочена к годовщине депортации чеченского и ингушского народа. Мы были приглашены на эти траурные мероприятия. И второе, мы должны были записать Ахмеда Закаева для нашего фильма о независимости Чеченской республики Ичкерия. Как вы помните, если вы наблюдали за нашими действиями, мы очень сильно старались рассказать всему миру о трагедии чеченского народа, об этой теме, которая была на самом деле табуирована, потому что мы сражались очень долго за право говорить об этом. И эта тема наша была встречена в штыки, как вы помните. Это и форум в Карпаччо, когда Григорий Амнуэль устроил обструкцию чеченцам. Это Каспаровский форум, на который не допустили ичкирийцев. Эпизод, когда к нам приезжала Ксения Кириллова с угрозами, буквально, в прямом смысле. И еще были звонки непосредственно из Вашингтона от якобы друзей, от вот этих самых либералов. Люди, которые позиционировали себя покровителями всех людей, которые борются с Путиным. Вот они прямым текстом, еще в 2021 году, прямым текстом говорили, что Вашингтон не одобряет такого отношения к России, когда Россия представляется в черно-белом свете. Россия должна быть принята с уважением, нельзя говорить ничего плохого про Россию. И мы теперь понимаем, что это все не просто так. Там сидят при этих фондах, которые имеют доступ, которые открывают двери ногой в эти кабинеты, которые ходят свободно по этим коридорам вашингтонским, при аналитических центрах. Там совершенно засланные люди, засланная агентура, которая и проповедует, и навязывает вот эти нарративы, что с Россией надо дружить, что Россию надо реформировать, что огромные силы уже потрачены на то, чтобы провести реформы и вести Россию, и вести людей к прекрасной России будущего. Этот нарратив, который связан с миллионами, которые тратятся на Ходорковского, миллионами, которые тратятся на Каспарова, это миллионами, которые тратятся на всяких Меловых, которые являются до мозга костей имперцами, а значит и противниками независимости Ячкерии, вот они тогда стали просто вставлять нам палки в колеса. И что произошло после того, как мы, ну просто неимоверными усилиями пробили вот этот самый проект Ичкерийский, когда один честный человек из вот этой системы, которая выстроена совершенно иерархически, система вот этих грантов, система политической поддержки, информационной поддержки, ну можно сказать, что это такая мафия, уже теперь можно сказать в плохом смысле, потому что они не допускают туда никакие случайные нарративы. А нарратив Сычкерии был, очевидно, для них просто зловреден, для их представления о прекрасной России будущего. Так вот, как поступили с нашим проектом? Наш проект просто после того, как нас приняли в этом одном из фондов, с которыми мы работали 4 года, который нас поддерживал, который сулил нам еще большую поддержку, 7 января этот фонд прекратил резко с нами сотрудничество, понимая, как болезненно нам это обошлось, потому что мы тогда снимали студию, где у нас все было поставлено на поток, у нас был ряд запланированных программ, и вот мы должны были просто закончить этот фильм про Эчкерию и распространить его на некоторых каналах. Сразу скажу, что этот фильм не взяли ни Карен Тайм, который с нами работал прекрасно много лет, ни Радио Свобода, ни другие ресурсы. Этот фильм показал только грузинский канал Тавари, Ника Гварамия, директор которого сегодня находится в тюрьме по абсурдному обвинению. Так вот, мы ехали навстречу с Ахмедом Сакаевым, чтобы записать его для этого фильма, и мы уже знали, что у нас проблемы, и кто нам эти проблемы устроил. Это устроили люди, имеющие отношение к этой либеральной мафии, приближенной к вашингтонским кабинетам. Ты знаешь, вот я хотел добавить к твоему вот этой оценке, вот этих, этой мафии, да, как ты ее определил, я абсолютно согласен, что это мафия, которая засела на западе, на теку Вашингтоне. Но что мы увидели за этот год войны? Мы увидели, что мир намного шире, и что оказывается, вот эта мафия, которая строит в себя такую мощную силу, которая охватила все русское вот это, ну, мы говорим сейчас только о русскоязычном сегменте, естественно, охватила весь этот сегмент и руководит, рулит там, да, ну, там фигуры разные, там, публичные, не публичные, но вот они существуют, и все, вот, все под ними находится, протестное движение, вся эта оппозиция, и так далее, и так далее, да. Вдруг она оказалась не такая всесильная. Во-первых, в Украине их просто назвали хорошими русскими и превратили в чмо обычное, с которым никто, в общем, не хочет разговаривать, за счет нескольких человек, которые, ну, как-то себя повели более-менее прилично. А в Вашингтоне оказалось тоже, что существуют совсем другие люди. Люди, которые совершенно не видят в этих розовых очках эту русскую мафию как влиятельную силу. Вот эти хорошие русские, которым приклеилось это хорошее название, абсолютно правильное, они оказались не такими всесильными. И мы видели, как на выступлении этой дамы в Кузонском институте после ее выступления, очень уважаемый человек, американец, спокойно и просто ответил ей и поставил ее на место. И она превратилась из такого, значит, влиятельного какого-то, такой фигуры, которая распределяет большие деньги, руководит там группами, поддержки, организует там помощь этим сторонникам Навального и бегущими сотням в Грузию хорошим русским. Тут превратилась просто в обычную такую женщину, которая довольно жалко выглядит и плохо говорит по-английски. Ничего особенного. И беспомощно выражала какие-то уже такие замученные мысли, такие тривиальные, что было неловко, конечно же. Да, и это к чему я все говорю? К тому, что если мы будем работать, ведь проблема в чем? Вот как работает всегда, да, и вот страшно, 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 потом дали ему по морде, и он уже и не страшный совсем. Просто никто не дает, все пугаются. Ой, как страшно, ну и как страшно, там такая страшная мафия. Они все повязали, все схватили. Ну, конечно, если мы молчим, все остальные, ну, они там с ногами и влезли. У них действительно очень много денег, и от этого ощущения, что они, ну, что они могут купить аудиторию, они могут купить безумное количество лайков, просмотров. Ну, мы видим цену этим просмотром, этим лайком, это все пшик, и мы прекрасно понимаем, что они рассчитывали, что мы заткнемся. Потому что... Расскажи, как вот это же, ну, давай ее, вот мне ее же можно назвать, почему надо ее дамой называть. Ее зовут Наталья Арно, у нее фамилия по мужу американцу. Она видны, этот деятель, представитель этой российской оппозиции, ее показывали даже по всяким российским пропагандистским каналам в качестве врага российского государства, так что у нее хороший послуженный список в этом смысле. Так вот, эта дама, например, когда, это не секрет, что мы с ней вместе работали, так вот, когда мы ей предлагали делать какие-то программы, видя программы, она прямым текстом говорила, а зачем нам это, нам не надо. Ну, она говорит, так там просмотры, аудитория. А зачем нам аудитория? И вот тут я первый раз подумал, а зачем вообще она этим занимается? Ну, тогда было объяснение такое, что они пишут доклады, доклады, что их часть работы, это писать аналитические доклады, то есть существует такой, такой финтанк, в который она входит, и они пишут доклады. И там господа... Им достаточно одного упоминания в Конгрессе, их фонда, и они, им больше ничего не надо. Не надо ни аудитории, не надо ни просмотров, не надо, чтобы это было донесено до широкой аудитории, им просто не надо. Ну, в этом есть некая логика, потому что вот Инар Шерип совсем недавно объяснял, что в Америке ведь система, я считаю, что еще раз повторить, это надо, чтобы мы четко понимали, власть разделена с мозговыми центрами, то есть существуют финтанки, вот эти центры, там, как Атлантин консул, и так далее, и Джеймс Сталл Файдейшн, и тот же Кудонский институт, где сидят люди, которые думают и придумывают на будущее какие-то перспективы, создают смыслы, создают видение, и оно абсолютно разное у всех, это не значит, что все в одну дуду додят, нет, у каждого свое видение. Потом это аккумулируется, собирается, и уже на основании вот этих принятых, как бы, не решений, а принятых каких-то концепций, власть делает выводы, и тот же Госдеп, который является чиновником, нанятым государством, на основании вот этой аналитики принимает некие решения дальнейшего развития и дальнейших действий, что делать с Путиным, что делать с этой войной, сколько оружия поставлять, когда надо будет объявить Путину войну или не объявлять, и так далее. А нас интересует в этой всей истории, когда они примут решение наконец-то признать независимость Чхири, и вообще помочь всему Кавказу стать независимой территорией. Мы-то ради этого все делаем? Так вот, когда у нас разговор зашел, на самом деле все вот, все обострилось и все проявилось, потому что до этого была такая общая борьба против Путина, да, и обострилось все, на такое острее пришло, когда посадили Навального и когда начались митинги в защиту Навального. И мы тоже в этой всей общей таком вот в общем потоке вышли, у нас вышли с плакатом признать независимость Чхири, и вот тут все и началось. Этот нарратив старались замять, просто как будто его не существует. И когда мы подняли вопрос уже открыто перед этой Натальей Арно, она же Наталья Будаева, представитель бурятского народа, который мог бы вообще-то заниматься возглавить национально-освободительное движение бурятского народа, она поддерживает имперца Навального, Ходорковского, которые ужаснейшие вещи произносили, на котором было все равно геноцид, не геноцид, убили, не убили, было абсолютно все равно. Так вот, она их финансирует, абсолютно не скрывая, там просто миллионы, там миллионы идут на поддержку Навального, Ходорковского, всей этой команды. И наш вопрос совершенно открыто уже когда мы положили на стол вопрос об Эчкерии, эта дама ушла на консультации и вернулась с тем, что мы вместе над этим работать не будем, что у них отдельный большой проект с Госдепом, мы видели, да, в итоге, что она нас просто обманула, нету никакого проекта с Госдепом по Эчкерии, его просто нету. она просто ушла от этого и все сделала для того, чтобы нас отключили от финансирования, вот и все, что произошло. Если бы в этой нашей редакции было даже не 10, а 5 человек, на следующий день мы бы уже закрылись. Но поскольку нас с Андреем два человека, мы просто решили, что нам нельзя сдаваться в этой ситуации. Конечно, можно было сказать, ну раз так, ну что, я пойду мыть полы в отель, Андрей будет заниматься архитектурой, как-никак, у него такая профессия, да, и мы сказали, ну что, ну не получилось, простите, но мы решили, что мы ни в коем случае вот в этой точке не должны отступить. И благодаря вам, дорогие зрители, вашей поддержке и благодаря ичкирийцам, с которыми мы как раз вот встретились первый раз, это было впервые, мы тогда впервые и увидели на самом деле вживую Ахмеда Закаева, это было 25 февраля 2022 года, в прошлом году, мы впервые увиделись, мы увидели весь коллектив ичкирийцев, всю эту семью, мы просто не поверили своим глазам, мы не поверили вообще своим ощущениям, что так можно жить, мы вздохнули, мы как будто, знаете, напились живого источника тогда впервые, почему мы так влились в эту тему ичкирии, в семью ичкирийскую, потому что мы поняли наконец, спустя 50, Андрею 60, спустя столько лет, что вот люди, с которыми мы хотим иметь дело, и с которыми мы хотим отстаивать ичкирию, потому что это живое. Я хотел тебя прерывать, потому что тут важно сказать, что мы увидели Ахмеда Закайева, ты с ним делала несколько интервью до этого, ну, по онлайн, живьем 25-го, но этому предшествовало довольно долгий период работы с нами, определенных людей, которые пытались нам всячески объяснить. Один из них, человек вполне уважаемый, это Хусей Нисханов, который с нами подружился и вел работу, я не знаю, я ни в чем его не обвиняю, ни в коем случае, дело не в этом, я просто хочу сказать, что он именно вел работу с нами, когда он постоянно говорил, что наш премьер-министр Ахмед Закаев, я его сам вообще рекомендовал, я сам за него голосовал, и вообще, конечно, он наш премьер-министр, но и дальше вот это но, в котором начинались рассказы о каком-то шриате, о каких-то там исламистах, о каких-то дурных влияниях, о том, что надо Ахмед Закаева изолировать от его окружения, что оно его тянет в страшную какую-то, ну, и так далее. Что на площадях будут опять, если они придут к власти, к свободной Эчкере, на площадях будут убивать, избивать, и, ну, просто нас запугивали таким образом. А другой человек, тоже небезызвестный вам, и человек, который является, ну, я не знаю, товарищем, для Хусейна Исканова, его имя Аслан Арсуев, ради которого, собственно говоря, мы и вступили в эту вот борьбу, о чем я сейчас рассказывал, вот с этими фондами. Ну, текстом мы просто пробили для него проект, именно для него, потому что люди не понимали, люди, которые работают в этих фондах, они не понимали, в чем проблема. И вот один раз уже один из этих менеджеров, да, сказал, ну, вы, может быть, расскажете, что же там такое было в Ичкере, почему вы так вписываетесь, да, так скажем, вписываетесь за Ичкерию, объясните мне. И мы с Андреем потратили несколько часов, чтобы объяснить ему все, вот, что и мы не знали, и что нам уже объясняли ичкерийцы, да. И он, когда понял, действительно, до него дошло, дошел весь ужас, он сказал, что это будет очень сложно, но я постараюсь пробить вот в этой иерархической системе все, я постараюсь пробить некий вот проект для Аслана Арцуева. Это был проект конференции, которая прошла в Гамбурге, это был проект 12 круглых столов, и вот этот самый фильм Третья мировая война началась в Чечне о независимости Ичкерии. Это все входило вот в этот проект, который мы пробили для Аслана Арцуева, собственно говоря. Ну, вы заметили, что я очень редко обращаюсь к имени Аслана Арцуева, у меня такой характер, что я не люблю, если я с человеком имел какое-то отношение, я очень осторожно стараюсь об этом говорить, чтобы не обидеть, но тем не менее, я скажу вам, что Аслан Арцуев занял подобную же позицию, как и Хусей Несканов. Он тоже все время настаивал и говорил, и я сейчас понимаю, что это часть работы, что да, наш премьер-министр Ахмед Закаев, мы все его уважаем, это естественно, ну, то есть, без этого они не могли с нами разговаривать. А потом, точно так же, как и Хусей Несканов, он скатывался в такую риторику, в которой все сводилось к тому, что вы знаете, вот все замечательно, только только вот скажите, что вы всегда будете работать только со мной, и вы не будете с ним общаться. Почему? Ну, вот вы не знаете, насколько это опасно, и что у него на самом деле есть в голове, и что он вообще, к чему он все ведет. Аслан, а к чему ведет, Ахьян Закайев. Ну, дело в том, что там такие исламистские вот вокруг него круги, и ну, и мы поехали с имми 25-го числа в Брюссель, потому что Ахьян Закайев просто нас пригласил на это вот мероприятие, ну, торжественное мероприятие, которое посвящено ежегодное. Мы приехали и увидели эти исламистские круги, и когда я их увидел, этих людей, и когда мы с ними несколько дней поговорили, ну, вот просто говорить было уже больше не о чем. Просто Аслан Арцуев исключительно, исключительно просто пользуясь своим, как бы, хорошим языком, интеллигентностью, такой, достаточно образованностью, создавал миф. специально созданный миф. Это миф был расширен только на нас двоих, ни на кого больше, чтобы отвлечь нас от этого движения, чтобы мы ни в коем случае там не оказались. Я настояла, что в этом фильме, хотя это был проект для Аслана Арцуева, и как бы он был руководителем этого проекта, я настояла, что в этом фильме должен сниматься Ахмед Закайев. Аслан Арцуев поставил вопрос ребром, либо он, либо Ахмед Закайев. И у нас были даже разговоры внутри нашей семьи. Андрей говорил, что ну как быть? Аслан Арцуев говорит, что нет, значит, наверное, нет, надо же следовать правилам. Я говорила, что я без Ахмеда Закаева этот фильм не выпущу, потому что для меня это принципиально важно. И я пригласила Загодя Ахмеда Закаева участвовать в этом фильме. Он принял великодушно мое приглашение. И я спросила, где мы можем увидеться, чтобы записать вас не онлайн для этого фильма. Мне очень важно, чтобы это был естественно оффлайн разговор для фильма. И тогда он сказал, что мы приглашаем вас вот на это мероприятие, посвященное годовщине депортации. И там мы можем записать интервью для вашего фильма. Это была моя инициатива. И я настояла. Хотя это было... Я сказала Аслану Арцуеву, что прости, но в этом фильме будет сниматься Ахмед Закаев. Он сказал, тогда я не буду сниматься в этом фильме. Я сказала, значит, ты не будешь сниматься в этом фильме. Вот и все. Путину удалось успокоить европейцев в отношении Чечни, представив ее как внутреннюю проблему. Прошел год, и мы поняли величину этих людей, поняли, что за этими людьми на самом-то деле ни к что не стоит. Что стоит за ними, мы утверждать не собираемся сейчас здесь, мы не этим занимаемся. Пускай, предположим, за ними стоят какие-то неоправданные амбиции. Но дерево узнается по плодам его, и поэтому именно в тот день, когда была спланирована атака на правительство Ичкерии и лично на Ахмеда Закаева, это мы видели, как все было организовано, когда выступил в Киеве, в Интерфаксе Анзор Масхатов, чем был от Сулейманов, и вот этот персонаж из журналистов украинских, он же депутат, который вхож в Европарламент, насколько я понимаю, во время, это было в этот же день, то есть в день, когда можно было и не добавлять, так скажем, да, не добавлять, все они как по команде в этот же день добавили, то есть на канале у Саши Сотника каким-то чудесным образом выступил Аслан Арцуев, и Саша Сотник очень странно, демонстративно задал вопрос, а вы признаете правительство Чеченской республики Ичкерия? Аслан Арцуев сказал, я не признаю, то есть я не видела, чтобы Аслан Арцуев был частым гостем у Саши Сотника, но почему-то именно в этот день понадобилось Саше Сотнику спросить в лоб, не признаете ли вы, признаете или не признаете? И Аслан Арцуев категорически сказал, я не признаю, и помнишь, Саша, в машине я тебе рассказывал, то есть вот этот стиль, он настолько узнаваем, что ну для меня это все уже ну нет, нет даже повода говорить об этом, то есть оценка дана. То же самое касается Хусейна Исханова, именно в этот день, когда мы сказали Хусейн, нужно поддержать Ахмеда Закаева, его правительство, идет атака не на него, а на государственность, которую с таким трудом удалось пронести, и как только Ичкерию признала Раду Украины, именно после этого была организована вот эта спланированная атака, и Хусейн Исханов сказал, что он не будет говорить в поддержку Ахмеда Закаева. Более того, тогда пошла значит вперед продвигаться некая демократическая чеченская партия, которая ну которая тоже не хочу ничего говорить, но для меня это все очень странно. Смотрите, что получается, вот они крикуны, они везде вылезают и создают вот то же самое, что с хорошими русскими, та же самая история. Кричат, очень много шума, очень много деятельности и создается эффект, что так все и есть, вот сколько центров влияния, вот там Джамбулат проводит съезд, тут этот выступает, все, полная каша такая, это только для того, чтобы потонуло настоящее дело и чтобы отвлечь внимание наших очень даже приличных сограждан ищкирийцев отвлечь их внимание на какое-то такое вот месиво, которое происходит. Что мы должны делать, вот давайте теперь о позитивном поговорим. У нас есть очень много средств на самом деле, у нас очень много есть людей способных говорить, способных думать, способных быть публичными. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, что у многих из наших сограждан есть родственники, к сожалению, на оккупированной территории и они не могут сейчас публично показать свое лицо и говорить об этом, это опасно и это абсолютно правильно, тут никто слова не скажет, но очень много людей есть, которые могли бы говорить, но не говорят только исключительно потому, что кто стесняется, кто считает, что ну кто я такой, чтобы говорил, а кто я такой, чтобы я говорил, я точно так же стеснялся и не собирался никогда вылезать публично, но когда я понял, что это необходимо для дела, что это нужно делать, потому что если не буду делать я, то будут делать Наталья Армелла, условно говоря, вот они будут делать, потому что у них это все четко поставлено, так вот нам надо все больше и больше собирать людей, вот наша площадка, которую мы организовали под названием Мичкерия Ньюис, она предполагает публичное участие других людей, мы это уже обсуждали и будем еще раз обсуждать, вот только что мы говорили о такой рубрике, о таком разделе, в котором мы могли публиковать видео и какие-то зарисовки наших корреспондентов, людей просто, которые присылают там какие-то материалы, а мы их публикуем, это интересно, просто контент, которым людям интересно посмотреть, как здесь, что происходит, кроме этого же можно сделать еще очень много другого и давайте вместе пытаться все-таки начинать создавать наше чеченское, еще кирийское телевидение, телевидение ведь подразумевается не блогерский раздел, потому что сейчас уровень вот этого iNews, это ну какая-то такая блогерская площадка, на которой Инна, в основном Инна, высказывает свое мнение, приглашает каких-то людей или дает комментарии, или же дает какие-то репортажи откуда-то происходящих событий, что очень важно, потому что она освещает события, которые происходят в Вашингтоне, в Русселе, все знаете, это всегда нам интересно, особенно когда материалы из Украины, с фронта, когда мы все за эти материалы все ждем с большим терпением, когда Сейн присылает что-то, ну то есть это очень важная часть, и это мы спокойно можем делать, это все очень хорошо, но нам нужно для того, чтобы стало это телевидение, ну подобием телевидения какого-то, хотя бы зачатком телевидения, надо, чтобы появилась определенная сетка, определенное расписание, определенный порядок, чтобы люди знали, что по такой-то день будет выступать такой-то человек, если же мы хотим развивать телевидение, зачаток этого телевидения, то давайте присоединяйтесь к нашей работе, давайте вместе выстраивать эту сетку телевизионную, вы знаете прекрасно, что существуют такие онлайн телеканалы, которые сейчас очень, в Украине очень развиты это движение, там не только есть государственное телевидение, в смысле государственного там вообще нет больших каналов, которые содержатся на деньги богатых людей, партии, движений, а есть небольшие каналы, которые тем не менее выстраивают свою работу по принципу телевизионного канала, к сожалению так устроено средство информации массовое, что без вот этого ощущения продолженности вещания, это остается блогерским каналом и он не работает таким образом как нам надо, ведь наша задача продвигать идеи ичкирийские, продвигать идеи, которые нас интересуют, поэтому нам надо повысить мощности, что для этого нужно сделать, мы уже говорили и еще раз можем сказать, нам необходимо новые участники, участники, которые потратят кто день в месяц, кто два дня в месяц, на то, чтобы сделать собственные программы, кто может говорить и делать какую-то аналитику или наоборот какие-то рассказы исторические или много очень много людей, которые помнят еще время 30-летней давности, мы к ним приезжаем, мы записываем репортажи, это же очень важно, это очень нужная часть, поэтому все люди, которые способны рассказать историю, а у нас есть рубрика называется историческая память, я считаю, что она очень важная и очень нужная рубрика, и ее мы по-прежнему собираемся продолжать, в ней абсолютно необходимы свежие новые свидетельства, как сказала позавчера Хамала Харист на армейской конференции, она сказала, что преступление Путина против человечности, это не просто обвинение, а это доказанные обвинения, она сказала, что у правительственных штатов достаточно доказательств, чтобы утверждать это, понимаете, это очень важно, и нам тоже нужны эти доказательства, и нам тоже нужны эти свидетельства, ведь будет тот момент, когда российское руководство, нынешнее и прошлое, будет осуждено мировым сообществом, и за преступления в Чечне, за самые страшные преступления, с которых начала свой путь Российская Федерация, независимое государство, которое разгласило себя свободным демократическим государством, начало свой путь с преступлений, и вот эти преступления не осуждены до сегодняшнего дня, эти преступления не нашли правильной оценки, их по-прежнему пытаются в лучшем случае замолчать. А что это означает, что есть угроза, что если вот те силы, которые против нас работают, что если они сгруппируются, соберутся, то это время, которое сейчас кажется таким вдохновляющим подъемом, что ведь смотрите, все ясно, Путин убийца, Россия убийца, все может так обернуться, что как это было уже например с 91 по 94 год, когда в Ичкерии все понимали, что мы независимое государство, никто не ставил это под сомнение, а потом раз и поставили на глазах у изумленной публики, и потом надо жертве доказывать, что она вообще-то жертва, а не террорист, не бандеровец, не неофашист, так работает, поэтому историческая память плюс то, что сегодня происходит, фиксируем просто до мельчайших подробностей, анализируем, и это все должно быть на нашем канале вот как такая база, чтобы если начнет поднимать эта гидра голову, чтобы сразу ее по голове ударить, показать, вот смотрите, мы это записали, мы это помним. более того, надо это переносить на все эти форумы этой информации, на все эти конференции, потому что не только на нашем канале как база доказательная, это очень правильно, но еще об этом надо все время говорить, чтобы это все заполняло пространство, потому что ведь сейчас развивается опять новый нарратив вот этих людей, которые связаны с хорошими русскими, в том числе и в Америке, но и не только, и в Европе, когда говорится, это совершенно никуда не девается, что надо сохранять международное право, надо сохранять нерушимость границ, и так далее, и так далее, это подразумевает, что Россию надо оставить в тех границ, в которых она существует, это опять новая волна, новая старая, она все время заново-заново прокручивается, то есть опять Россия должна быть сохранена как государство, а это означает, что Ичкерия опять теряет любую возможность освободиться следуя международному праву, то есть только мы можем рассчитывать только на собственные силы, опять никакой помощи, опять Россия скажет, ну нет, это же часть России, это же ее Кавказ, это же исторические ее территории, это полная ложь, но тем не менее они будут говорить об этом и они настаивают на этом, поэтому вот эти свидетельства, вот эта правда, она должна звучать везде, она должна звучать не то, может где-то там чуть-чуть, она должна вот прямо литься во всех, для этого нужна помощь людей и организации, вот тут я должен остановиться на очень важной части, вот есть такая партия итальянской радикалии, у которых известный журналист Антони Руссу, который погиб за правду, эти люди продолжают работать, вот они летом приглашали Ахмеда Закаева выступать в Министерстве иностранных дел в Италии, они приглашали выступать в парламенте Италии, потом был их съезд времени, где тоже выступал Ахмеда Закаева, был встречен таким просто восторгом всех присутствующих, а знаете, сколько там было молодежи на этой встрече, там весь зал был просто заполнен молодыми вот этими ребятами, вот этими членами этой партии радикали, то есть это очень важно, вот эти люди делают большое дело, вот наш друг, и я пользуюсь случаем, я хочу вот здесь тоже его поздравить, Франческо Бенедетти, которого 18 февраля Архмед Закаев назначил по представлению Нава Шарипа почетным консулом в Италии, это большая честь и для нас, потому что он наш друг, и мы очень рады за него, что он будет, это человек, который тратит все свое время, вот просто вы не представляете мы только что были сейчас у него во Флоренции, это человек, который живет нашей проблемой, он живет нашей судьбой и историей, и это настолько вовремя и правильное решение правительства, его назначив консулом почетным. Я надеюсь, что многие уже поняли вот этот принцип, почему люди, которые понимают, что такое Ичкерия в философском смысле, почему они начинают отдавать все свое время, всю свою жизнь, потому что это и есть такой вызов сегодняшнему миру, кто понял, молодцы, кто не понял, ну, ваши проблемы, Ичкерия сегодня это живой источник, живой источник, как глоток воздуха, чего-то очень, не знаю, праведного, справедливого, живого, настоящего, что-то, что пожертвовало таким количеством людей, выстояло, и сегодня это беспрецедентный пример, согласись, что нет сегодня в философском смысле в мире, ну, вот, на сегодняшний день, чего-то такого, что можно оценить адекватно понятие Ичкерия. Это как, я не знаю, если для христианского мира может быть понятно таким образом, что это как Слово Божие, которое, ну, ради которого вообще-то царь Ирод убивал младенцев, да, чтобы не сохранилось этого слова живого, да, это и есть сегодня в понимании вот людей, которые, ну, мыслят категориями философскими, это и есть вот этот самый живой источник, ради которого стоит биться, и люди, которые понимают это и вкусили это, они сегодня просто, ну, они счастливы на самом деле, несмотря на все трудности, потому что они достигли понимания, что за этим стоит, ну, создатель, и, конечно, Эчкерия, она выживет, конечно, Эчкерия, она, ну, как, как вот что-то такое дорогое и трогательное, и очень важное, конечно, она выстоит. мы подошли вот к этому рубежу, мы сейчас соберем вещи и уедем из этого дома, поскольку мы этапники закончились в нашей жизни, мы перемещаемся, мы переедем в другое место и продолжим эту работу, мы поедем сейчас в Брюссель вот на эту годовщину, на мероприятие, которое будет нам очень приятным оказаться, увидеть все родные лица, потому что, как я уже говорил, что я нигде себя не чувствую человеком только среди наших наших чеченцев, и ну, так случилось. И этот год, я хочу сказать, для меня, несмотря на все, весь пужик, этой войны, страшной войны, чудовищной войны, и несмотря на то, что я провожу ни одного часа без того, чтобы не знать, что происходит в Украине, что здесь, я не могу просто так обходиться, забывать об этом, я все время вместе с ними, и тем не менее, этот год почему-то, ну, так, наверное, бывает, для меня стал одним из самых чудесных в моей жизни, то есть, насыщенным. Смысл, ради чего жить, заключается только в том, чтобы добиться, помочь, добиться результата правому делу. такие пафосные слова, я правда не люблю пафосные слова, но в данном случае, я позволю тебе сказать, борьба за свободу Ичкерии, это правое дело, и этому делу могли бы присоединиться и не только чеченцы и ичкерийцы, вообще-то очень много русских людей, которые понимают свою вину, знают свою вину, могли бы тоже присоединиться к этой работе. Если кто слышит нас из русских, это ваш шанс на спасение вашей души. Субтитры сделал DimaTorzok